Теперь Украина заживет как следует, экономика вырастет, цены снизятся, а пенсии увеличатся так, что пенсионеры их потратить на месяц не успеют. А всего-то надо было принять один законопроект, запретить символы коммунизма и признать коммунистический режим преступным. Верховная Рада это сделала у законопроекта, внесенного на рассмотрение в страстную неделю, будто специально было интересное число авторов 13. И один из них сын того самого Романа Шухевича, Юрий Шухевич. Шутки шутками, но на очередном заседании парламента депутаты именно документ под номером 2558 назвали историческим. Из трибуны громогласно заявили, что Украина начинает новую жизнь. А плохо ее гражданам живется, потому что они не осудили коммунизм за 24 года независимости. Наконец-то на 24 году независимости украинский парламент, настоящий украинский парламент, принимает те решения, которые мы должны были принять еще 24 года назад после развала Советского Союза. Именно потому и колотят сейчас нашу страну, потому что мы сразу не перерезали вот ту пуповину тоталитаризма, коммунизма, сталинизма. В преддверии Пасхи в Новороссии вновь гремели взрывы. Населенный пункт Спартак подвергся минометному обстрелу. Обстрелу три человека ранены, один погиб. Неспокойно было в Широке, на Горловке, Октябрьском, районе Донецкого аэропорта. А в саму столицу ДНР украинские военные попытались прорваться на танках. Завязался бой всего за прошедшие сутки. По отчетам ополчения, Верховные силы Украины нарушили перемирие почти 40 раз. К утру все успокоилось. Как отмечает заместитель командующего Минобороны ДНР Эдуард Басурин, для украинских военных нападение ночью – это стандартная практика. Националистические батальоны и нацгвардия специально осуществляют провокации в ночное время суток, чтобы не могли их зафиксировать. Мониторанную миссию ОБСЕ, которая находится на нашей территории. И утром то, что они должны были отвезти по Минскому соглашению, они убирают и поэтому говорят, что у них там ничего нет. Продолжение следует...